Возьмём две ложки. Причём одну из них предварительно закоптим, чтобы она стала матово-чёрной, поглощающей почти весь падающий на неё свет. А теперь внесём обе ложки в воду. И, о чудо! Закопчённая ложка стала такой же блестящей, как и чистая. В чём же тут дело? Вы думаете, с неё смылась сажа? Ничего подобного. Вынем ложки из воды и увидим, что ложка как была в копоти, так и осталась. Всё дело в том, что сажа очень плохо смачивается водой. Поэтому, когда мы погружаем ложку в воду, она затягивает за собой тонкую воздушную оболочку, отделяющую сажу от воды. А теперь изобразим на нашей схеме глаз и проведём луч зрения от глаза к поверхности ложки. Не забудем о том, что показатель преломления воды больше единицы. И поэтому луч преломляется, входя в воду. А на поверхность раздела воды и воздуха, окружающего ложку, он падает под заметным наклоном. Такой луч испытывает полное внутреннее отражение. Воздушная оболочка ведёт себя, как зеркало. Поэтому обе ложки и выглядели в нашем опыте одинаково. Посветим на закопчённую ложку лучом лазера. Ни о каком отражении здесь, конечно, не может идти и речи. А вот если лазерный луч падает на закопчённую поверхность внутри воды, он прекрасно отражается от неё, а точнее, от поверхности воздушной оболочки, окружающей ложку. А теперь сделаем ещё один опыт. Вот пустая кружка. За ней моя рука и пальцы отлично видно. А теперь зальём в кружку воду. И пальцы исчезают. Но если я посильнее прижму их к стеклу, на стекле появляются отпечатки пальцев. Их неплохо видно. Ослабляю нажим, и отпечатки исчезают. Объяснение здесь похоже на предыдущее. Пока пальцы не прижаты к стеклу, луч зрения не может достичь их из-за полного внутреннего отражения. А когда пальцы прижаты, воздушной прослойки между стеклом и ними уже нет, и пальцы становятся видно. Впрочем, кончики пальцев прижимаются не сплошь. В желобках рисунка остаётся воздух, и поэтому мы видим характерную картину отпечатков пальцев. Здесь тоже можно сделать опыт с лазерным лучом. Пока в стакане нет воды, луч проходит через стекло и освещает пятно на столе. А когда в стакан заливается вода, луч уже не может выйти наружу, как он делал это раньше. Вот вам и разгадка опыта с отпечатками пальцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова